На работе у меня постоянно возникают трения с другими людьми. Что я могу сделать, чтобы изменить это? Я вижу, это происходит каждый день во всём мире и даже среди наших практикующих. Среди многих. Не у малого процента, у большого процента людей. Они чем-то занимаются. Например, должна быть выполнена какая-то задача. Но она остаётся незавершённой. В таком случае, первая реакция человека — это из-за неё ничего не получилось. Это из-за него не получилось. Практикующих мы в значительной степени излечили от этого. Они больше не прикладывают ответственность на других людей. Вы можете увидеть, очень многие ищут какую-то метафизическую причину в оправдании того, почему что-то не произошло. Я не знаю, Садгуру, мы всё сделали правильно. Не знаю, что случилось. По сути, они обвиняют меня, Садгуру. Ваша благость не работает. Начиная с первого дня. С первого дня программы внутренней инженерии, даже в бесплатном вводном занятии, единственное, чем мы пытаемся достучаться до каждого, если что-то не работает, очевидно, что это не было сделано как следует. Да? Значит, это не было сделано надлежащим образом. Может, сейчас вы не способны это понять, но смысл не в этом. Что-то не работает. Что-то не сработало так, как должно было сработать. Тогда, очевидно, мы сделали что-то не так. Но люди ищут какие-то метафизические решения. Вот что такое мистицизм для очень многих людей. Они усложняют простые вещи в своей жизни, и это, по их мнению, мистика. Нет. Мистицизм означает сделать более мистические вещи, то, что вы не можете воспринять через свои пять органов чувств или фундаментальную логику, сделать это доступным в достаточно логичной форме. Вот что такое мистицизм. Но превращать что-то простое в нечто непонятное и метафизическое — это не мистицизм. Вам необходимо понимать. Если всё, что вы пытаетесь делать, начинает создавать трение, очевидно, что вы наждачная бумага. Вы знаете, что такое наждачная бумага? Я попрошу раздать вам наждачную бумагу. Маленький кусочек. Каждый день, когда у вас будут происходить трения с кем-то, просто потрите ей свою кожу. Если вы не излечите себя в ближайшее время, у вас просто не останется кожи. А если у вас нет кожи, вы не сможете ни к чему прикоснуться. Вы не столкнетесь ни с какими трениями. Допустим, у вас бы не было кожи, как бы вы ходили? Даже маленькое пёрышко не должно вас коснуться. Вот как вы будете ходить. Не так ли? Потому что в таком случае всё причиняет боль. Если вас устраивает такое лечение, мы можем вам его обеспечить. В противном случае. Просто вернитесь к здравому смыслу. Если происходит трение, где бы вы ни оказались, тогда очевидно, что причина в вас самих. Есть одна простая вещь, которую вы можете сделать, чтобы уменьшить трение. Я говорил вам это много раз, но вы этого не делаете. Слова, которые вы произносите за день, или за час, или за минуту. Количество слов, которые вы произносите за минуту, сократите его на 50%. И продолжайте выполнять ту же работу. И увидите, что количество трения значительно уменьшится, просто потому что вы перестанете болтать. Да? И мы пытаемся научить вас, что всему, что вы встречаете на своём пути, будь то мужчина, женщина, ребёнок, корова, осёл, да-да, даже ослу, вы должны. А не так. Как тогда избежать трения? Трение неизбежно. Только когда Санкуру здесь, вы такие. А всё остальное время такие. Так это не работает. Привнесите это в себя. И не просто как символизм. Искренне. Так что трения бывают двух видов. Один из них — внутри нас. То, что снаружи, — это просто проявление, следствие. Так что вся суть внутренней инженерии лишь в том, что, когда вы сидите здесь, вы можете сидеть здесь без какого-либо трения. Если вы можете сидеть здесь без какого-либо трения, внешние трения также сократятся. Но если вы встречаетесь с наждачной бумагой, некоторые трения, конечно, возникают. Такие люди существуют, как наждачная бумага. Да? Так что, когда вы встречаетесь с наждачной бумагой, возникает некоторое трение. Как иначе? Обычно мы избегаем наждачной бумаги. Но иногда нам приходится работать с такими людьми. Когда вам приходится работать с наждачной бумагой, вам потребуется чувство такта. Это то, чему вы должны научиться. Оно не появляется просто так. В этом нет ничего духовного. Это просто тактичное поведение в обществе. Иногда это не работает. Но это лишь вопрос мастерства. Некоторых людей совершенно нельзя назвать духовными. Тем не менее, они очень тактичны, когда встречаются с наждачной бумагой. Разные агенты и другие люди, которые работают в государственных учреждениях и политике, они такие гладкие. Не важно, насколько груб другой человек по отношению к ним, они просто выполнят свою работу и уйдут. Так что работа с наждачной бумагой требует немного навыков и опыта. Ничего духовного в этом нет. Это социальный навык. Но в целом, в ашраме наждачной бумаги очень мало. Иногда, конечно, и у них вылезают шероховатости, но они тут же их отбрасывают. Они не ходят так всё время. Иногда. Иногда, да, они такие. Но не всё время. Так что, когда они в таком состоянии, когда у них вылезают иголки, как у дикобраза, вам нужно просто держаться от них подальше. Но когда это состояние пройдёт, вы сможете спокойно поговорить с ними. Они не могут всё время находиться в таком состоянии. У них просто не хватит на это сил. Так что, ваше трение, вы должны понимать, что причина только в вас самих. Но что же мне делать? Я не скажу. Я вам этого не скажу. Вот что вам нужно делать. Мы закажем для вас специального осла, которому вы должны будете кланяться сзади. Не спереди. Садхгуру, я поклонился и коснулся копыта осла. Нет, нет. Если спереди, тогда это не сработает. Сзади. Тогда это сработает. Садхгуру, я поклонился и коснулся копыт осла. Садхгуру, я поклонился и коснулся копыта осла. Садхгуру, я поклонился и коснулся копыта осла.